Девушки отдыхают И за что его отлучили от церкви? Я, Романов Николай, приступил к уголовной кордиз. Уникальные откровения и неожиданные факты. Ну, принимаю лекарства. Дышу пока так кислородом. Смотрите прямо сейчас. Я приступил к уголовной кордиз. Из него мог получиться серьезный нормальный монах. Катись, русский народ! Все начиналось, как привычный крестный ход. Под перезвон колоколов, с улыбками и фотографиями на память. Но вот его участники начинают наращивать темп. В этом забеге нет ни первых, ни отстающих. Ну и понятно, забег-то в царствие небесное. На ходу, поправляя нехитрое убранство, участники выходят на финишную прямую. В этот монастырь лучше не лезть со своим уставом. Здесь все решает он. Для одних – отец Сергий, старец, наставник и почти святой. Для других – Коля Романов, бывший милиционер, уголовник и аферист. Но кто он на самом деле? Бог предупреждает – страшливые царства небесного не наследуют. Еще недавно про загадочного старца из Среднеуральского женского монастыря знали лишь его духовные чада, журналисты и, возможно, о чем-то догадывались в местной епархии. Сегодня Сергий отлучен от церкви, следователи заводят уголовные дела, а сам он предрекает приход Антихриста и скромно утверждает, что Мессия уже среди нас. Видимо, из-за изоляции, может быть, под влиянием каких-то своих советчиков в плане медийной сферы, Ютуба и так далее, он стал делать заявления, которые, конечно, несовместимы ни со статусом духовного лица, ни тем более со статусом схимника. Всего за каких-то полгода он действительно стал фигурой во многом медийной, что с трудом сочетается с аскетическими правилами поведения схимника. Сегодня попасть на территорию Среднеуральского монастыря может далеко не каждый смертный. У нас просто на территорию храмов можно ходить, а там кельи монашествующие, там не надо ходить. Автоматический шлагбаум и неприметный с виду зеленый вагончик. Пост несут крепкие молодые люди в черных спортивных костюмах. В разное время и с разной степенью скандальности здесь уже успели побывать три блондинки из Москвы – Собчак, Шукшина, Гордон. Но в женском монастыре ни одна не задержалась надолго. Среди послушниц из уст в уста передается каноническая легенда. Когда-то, давным-давно, их будущий наставник попал в ДТП. Пережил клиническую смерть, тогда-то ему и пришло видение – основать монастырь на Урале. Построили этот маленький храм, деревянный. А к нему сделали пристрой, там тоже кемы несколько и трапезные. В этой красивой, отчасти трагичной истории есть и один неоспоримый факт. В середине 80-х будущий Сергий действительно попал в аварию. Звали его тогда Николай Романов. И ДТП со смертельным исходом стало лишь первым эпизодом в уголовном деле о грабеже и убийстве. Среди послушников опального схиегумена – отставные военные и действующие спортсмены. Активнее всех свою позицию озвучивают бабушки в скромных платочках. Он поднял порт, что не поднял ни один. И честь и хвала, и мы пойдем за ними. Он на кресте, а мы пойдем, потому что другого какие у нас нет. В начале, как водится, действительно было слово, да не одно. Наше духовное руководство вместе с предтечами Отечества, закрывая храмы, ссылаясь на псевдо-пандемию, прикрывая свое молодушие и трусость, прилагают народу Божию общаться с Богом по онлайну. В проповеди монаха духовное руководство не столько расстроили, сколько удивили. А почему ты, не будучи специалистом в вирусологии, начинаешь с амбона рассказывать про вирусы? Должен про Христа рассказывать. Ты про вирусы ты. Но Сергея уже было не остановить. Отрицая саму пандемию, он вскоре проинформировал свою паству о создании электронного концлагеря «Сатаны». Всеобщее чипирование, Билл Гейтс, пресловутые вышки 5G, война света со тьмой. Если человек уже надел эти очки всяких русских вестников и так далее, то идет последняя война, свет и тьмы, ставки предельно высоки. Ну, а значит, уже в средствах нужно особо не стесняться. Священника, осыпающего проклятиями и церковный светское руководство, наказали. Запретили проповедовать. Сергий вышел в онлайн. Если Гитлер — это третий эрех, то новый мировой порядок — четвертый эрех. Тогда еще Схигумен Сергий этому не подчинился, что преступно с двух сторон. Во-первых, он как священник должен подчиняться своему правящему архиерею. А во-вторых, как монах, он тоже достаточно ограничен в своих желаниях, потому что его монашеское служение — это служение послушания, это один из монашеских обетов. Здесь никогда не находили руин древнего монастыря. Святые в этих лесах до поры до времени не являлись народу. Да и о чудесных знамениях в открытых источниках информации отсутствует. Известно, что во время войны на этих землях размещался лагерь для немецких военнопленных. В начале 90-х владельцем этих, с виду бескрайних гектаров, стал местный фермер. И только в нулевые часть земель отошла Екатеринбургская епархия. Когда-то сюда и ступила нога иеромонаха Сергия. Заштатный клирик, он многое что пытался делать, что не входило вообще в сферу его компетенции. Я это увидел из разговоров просто личного. Теперь уже могу об этом сказать, что это было еще задолго до того, как он начал публично высказываться. Но тогда как? Всего за два десятка лет тот, кого сегодня называют заштатным клириком, превратился в прозорливого старца? И почему еще тогда, в начале, извилистого пути монаха, никого не смутили темные пятна в его биографии? Это такая геронта латрия, то есть поклонение старцам, старцев, которых он сам придумывает, ну и первый из них, первый из них он сам. Ну а дальше, собственно, пошла уже совсем клиника, когда он там себя фактически там и царем прогласил и потребовал передать ему власть в России. С царем у низвергнутого Исана схемонаха Сергия действительно есть кое-что общее, в частности имя и фамилия Николай Романов. Три года назад в Комсомольской правде были опубликованы выдержки из приговора Николаю Романову, но не императору всей Руси, а бывшему милиционеру. В них он значится уроженцем села Креуша Вознесенского района Горьковской области. В них же подробно описывается, как Романов и два его подельника напоили, задушили и утопили своего случайного попутчика, учителя географии. Привезли на озеро топить, он живой, добивали его монтировкой, по очереди он дал всем ударить, забить. Вот, они его забили, привязали к плите, утопили. Но, когда читаешь, человек нормальному этого не сделает. Я приступил уголовный кордис. Из него мог получиться серьезный нормальный монах. Катись, русский народ! Будущий старец, первый раз арестованный после ДТП со смертельным исходом, позже проходил сразу по трем статьям и по всем был признан виновным. Кража, грабеж и умышленное убийство. Как мы знаем, человек, который совершил даже невольное убийство, не имеет права быть священником. Это исправительная колония номер 13, что находится под Нижним Тагилом. Еще ее называют красной уткой. Здесь отбывают срок те, кто по долгу службы должны были ловить преступников, а в итоге сами приступили черту закона. Тюрьма для оборотней, лишившихся погон. Здесь отсидел 13 лет бывший милиционер Николай Романов. Если все зоны, там есть какие-то понятия, там воровская идея, там хозяйская идея, красные, черные, да, там нет. Там все красное, но все настолько покажены вот этой зоновской жизни, вот. Он там про себя рассказал, что там храм какой-то построил, вранье. А это бывший начальник 13-й колонии Андрей Коновалов. Оказывается, он до сих пор на связи с бывшим заключенным Николаем Романовым. Это был дисциплинированный человек. И человек, осужденный по такой статье, был переведен в колонию-поселение. Это значит, надо было заслужить. Это значит, он соблюдал все требования и никаких нарушений и взысканий у него не было. Позже о тюремном сроке Николай Романов, если и будет рассказывать, то совсем коротко. В автобиографии и вовсе уделит одну строчку, да и то, не вдаваясь в детали. Я, Романов Николай, приступил в уголовный кодекс, за что получил наказание по законному решению областного суда. Куда чаще бывший сиделец будет вспоминать о том, как восстанавливал тюремный храм, а сразу после освобождения в конце 90-х стал послушником в Алапаевском мужском монастыре. Мы находимся, по сути говоря, в центре монастыря, и перед нами находится центральное здание. В Алапаевском монастыре о послушнике Николае помнят хорошо, но только не всегда хорошее. Про второе убийство узнали только впоследствии, получается, когда все факты стали вскрываться. Скрылось и хищение госимущества, и мошенничество, и что-то тут скрылось. Оказывается, придя в монастырь, Романов рассказал лишь о том самом ДТП, в котором сбил пешехода. Прожив здесь почти два года, пострига так и не принял, и очень расстроился, когда узнал, что даже после непредумышленного убийства нельзя стать священником. Он вопрос задавал. Ему хотелось стать священнослужителем. Ну, и отец Моисей ему объяснил, что, ну, как бы сказать, ты прости, но как бы вот, после убийства ты не можешь быть священнослужителем. Его это, конечно, очень расстроило. Расстроило настолько, что из монастыря послушник Романов исчезли. А он просто был импульсивно-эмоциональный, но в то же время, как бы сказать, и у себя на уме. Это, в принципе, для монашества еще вот сложно. Оно для человека может быть здорово, хорошо, где-нибудь там, не знаю, в менеджменте, в маркетинге, еще в чем-то. Так, мы с вами сейчас подходим к мужскому монастырю. Он находится на месте. Название этого места – историческая Ганина Яма. В мужской монастырь во имя царственных страстотерпцев на Ганиной Яме сегодня приезжают тысячи паломников. И вот этот лес называют антиминцем, потому что как бы земли русской. То есть как бы это вот некое такое место всей нашей земли, где русский царь был сожжен. И вот здесь его мощи по всему монастырю, по всей площади этого леса. К святыне можно не только прикоснуться, но и взять с собой. А это частицы земли, да, из шахты, вот эта вот оконка. Земля в церковной лавке продается и отдельными щепотками. Земельку можно отдельно? Да. Именно здесь, на этой земле, в начале нулевых, появился загадочный монах Сергий, хорошо разбирающийся и в стройке, и в людях. Он, в конце смысла, выбрал в себя эту атмосферу 90-х годов, когда, что называется, где полиция, где бандиты, было не очень понятно. Все это было вместе. И он, человек из той субкультуры, той эпохи, он как-то очень хорошо находил общий язык с теми и другими. Став отцом Сергием, Николай Романов не только стал непосредственным участником монастырской стройки, но и первым собирателем святынь монастыря. Когда в урочище приехал сам патриарх Алексий II, он благословил самых инициативных, но вряд ли знал все детали извилистого пути монаха. Святейший спросил у владыки, а почему он у тебя не в сане? А почему он монах? Ему проще будет, если он будет в сане, будет умолиться, служить и строить. И владыка Викентий, я так понимаю, это принял как благословение. Ведь святейший не спрашивал о его судьбе, сидел, не сидел. И он просто как бы исполнил благословение. Он взял его и рукоположил. И вроде бы преступление не является непреодолимым препятствием к рукоположению. Но даже в этом спорном богословском вопросе есть одно непреодолимое но. Сегодня в епархии говорят, что Николай Романов якобы скрыл информацию о своей судимости. Получается, что в личном деле не оказалось очень важных деталей. В понимании многих сторонников Романова, монашество – это второй шанс прожить жизнь заново. В Алапаевском мужском монастыре предполагают, что нынешняя жизнь их бывшего послушника даже не вторая по счету, а, возможно, третья, а то и четвертая. В Алапаевская земля общая была. Поселок Нево-Шайтанский. Там его помнят как Колю Цыгвину. В прежние времена поселок в 30 километрах от монастыря назывался по имени Ближайшей реки. Знаете, сусанцы, у нас как-то старые люди, шайтанцы не говорят. Сусанцы. То есть сусанка ведь раньше была, да? У нас поселок назывался Нижняя Сусана. Шайтан в названии появился в 19 веке, когда поселок наводнили золотодобытчики. В веке 20-му поселка появился свой герой – красный комиссар Владимир Спиридонов, участник расправы над царской семьей. Но помнят ли здесь Николая Романова или Кольку Цыгана? Нет, такого я не знаю, я не помню. Мне саму еще 50-х. Ну вот так, это, наверное, надо было здесь расспрашивать. Тот редкий случай, когда сторожила действительно не припомнят, потому что и сторожил в Нево-Шайтанском практически не осталось. А вот об экзорцисте Сергии здесь не только слышали, но и бывали на сеансах. Был у него. Был у него? И как вам? Что за впечатление? Я только воцерковляться начал к тому времени. Мне как на шоу побывал. Поверил. Но даже если теоретически предположить, что некий Алапаевский цыган Колька действительно мог и выдумать собственную биографию, то как в 80-е его взяли в ряды советской милиции? Как они про него узнают? Когда толком никаких неэлектронных моментов не было, они позвонить им никуда не могут. А если и позвонят, ну, соответственно, как бы сказать, информацию получить сложно было. Когда монах Сергий впервые появился в Екатеринбурге, он мало с кем делился своим прошлым. Как-то он никогда не говорил ни про своих родителей, ни про свою молодость, ни про свое детство. Уже став духовником женской обители в честь иконы Божьей Матери, брат Сергий открыл себе еще один дар. Так выглядит образцово-показательное изгнание бесов, в данном случае из выпускницы экономического вуза. Тут и грех стяжательства, и блудные мысли, но главное, что крест животворящий. Боится креста, посмотрите, сделает креста, сделает креста. Конечно, отец Сергий и другие любители вот этих отчиток, они противопоставляют себя медицине, сообществу врачей, медиков, специалистов, психиатров, и это, конечно, для общества очень вредно. Если бы Романов был бы образован хотя бы на уровне двухтомника «Настольная книга смущенного служителя», таких бы глупостей он бы не устраивал. Изгнание бесов в России практикуют всего несколько священников, один из них иеромонах Владимир. Солдавала ведьма! Солдавала! Ты какой у нас! Заклинаю, говори сейчас, 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 сейчас говори! Выпускник Гнесинки он много лет проработал в Росконцерте, но обретя веру и любовь, рок-музыкант отложил в сторону барабанной палочки и взял в руки крест. Каждый священник экзорцист, он читает молитвы во время крещения, запретительные молитвы. Он запрещает власть у Христа. Не факт, что бесы выходят, потому что по апостольскому правилу, если он начал проявляться там перед крещением, его нельзя крестить по идее. Не по идее, а по правилам. Услуга платная поездка на отчитку в составе группы стоит 4,5 тысячи рублей с человека. Оплата наличными. Врачи говорят, что вот 60 процентов как минимум населения страдают неврозами. Это не просто социальные какие-то там потрясения. А я была рада раньше! Я всей семьей с девочкой! Скажите, что произошло? Или бесы стали более сговорчивыми? Или современные монахи стали сильнее древних святых отцов? Какой вариант выбирается? Самый громкий скандал, связанный с экзорцизмом, случился именно в среднеуральском женском монастыре. Во время экскурсии школьникам был показан обряд изгнания компьютерного князя Тьмы, Эйфона. Имя демона. Эйфон. 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 Князь Тьмы Эйфон. Дух чародей. Все эти годы монастырь привлекал массу паломников. Но почему-то только сейчас выяснилось, что руки на его территории распускались не только у одержимых бесами. По предварительным данным следствия, в период с 2004 по 2019 годы неустановленные на данный момент лица, находясь на территории среднеуральского женского монастыря, исходя из ложного понимания процесса воспитания, причиняли физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий семерым детям. Через своего пресс-секретаря бывший схиегумен все же отметил, дети в монастыре находятся либо с родителями, либо по согласию законных представителей. По крайней мере, сейчас. Я видел детей на территории. Это дети обычные, которые резвятся, бегают. Там кто-то их, может, шлепком остановит, чтоб не сильно баловали. Дети, которые сегодня обратились, и в том числе в Следственный комитет, и в СМИ, и в другие органы печати, и в прокуратуру, и в другие общественные институты, они никогда не обращались в епархию, к сожалению. Попасть на территорию монастыря теперь дано и не каждому священнику. Ранее в своем очередном видео мятежный отец объявил, что у епархии нет прав на монастырь, так как земля, на которой стоит обитель, арендованная, а храмы и кельи строились на деньги прихожан. Пожалуйста, пройдите за шлагбам. Мы провокации не устраиваем. За шлагбам, пожалуйста, пройдите. Хорошо, ладно. Протестуя против опалы Схимника, его сторонники уже в который раз собираются возле крыльца Екатеринбургской епархии. На каком основании вы верующая? Не знамо с какого года. Ну это второго. Да, да. Почему вы? Вы женщина. А уж нет. Вообще, мужчина стоит, вы должны вытащить глаза в пол. А Схимник, вы даже словами должны понять. Саму Ольгу, женщину, предлагающую смотреть в пол, в местной епархии называют серым экскурсоводом в опальный монастырь. Сама же она утверждает, что всего лишь является духовным чадом отца Сергия. Я уже в течение 20 лет знаю отца Сергия. Я являюсь его духовным чадом, по милости Божьей. И своими глазами видела за все это время, как он помогает людям, которые потеряли надежду на спасение, у которых всевозможные трудности в жизни. Он за всех молится. Ольга приписывает своему духовнику множество чудес и земных и небесных. Как утверждает женщина, именно отец Сергий отмолил ее родной Челябинск от страшных последствий столкновения с метеоритом. В отверждение своих слов я хотела бы вам продемонстрировать одну эксклюзивную фотографию, которую я никогда никому не показывала. Где вы увидите хвост, так сказать, метеорита, а рядом образ Матери Божьей, которая нас спасла по молитве Средумной Сергией. А вот якобы и та самая фотография. Решайте сами, где тут хвост, а где святой образ. Поднялся за счет имиджа прозорливого старца, за счет того, что он действовал в рамках русской православной церкви и за счет, конечно, тотального попустительства со стороны Екатеринбургской епархии. Среди послушников прозорливого старца есть и известные персоны, но далеко не все из них готовы поддержать теории своего духовника публично. Вслух о массовом чипировании говорит разве что участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. Какие уж тут шутки. А чипирование говорят все. Кто не говорит? Кто не говорит? Кто не говорит? Кто не говорит? Там же, на крыльце Екатеринбургской епархии, юморист поддержал слова своего духовного наставника о том, что пандемии к коронавирусу не существует и никогда не существовало. Распоряжение митрополита, то есть, никаким образом не повлияло на вашу поддержку отца Сергия. Вы продолжаете ездить в монастырь, я правильно понимаю? Да, конечно, и буду ездить, конечно, а как? Это мой духовный отец. Это так называемый афонский старец Рафаил, в миру Михаил Иванович Берестов. Еще его называют главным авторитетом секты царебожников. Срок действия российского паспорта у старца истек всего три года назад. Это выяснилось в ходе рейда греческой полиции. Хотя сам Рафаил уже много лет призывает отказаться от всех документов со штрих-кодом. А уральского Сергия теперь называет чуть ли не своим учеником. У него есть скиты, по моему совету, тайные в Сибири скиты. И там поселили, ну, есть девушки. Это молитвенности, это подвижности. Еще летом с подозрением на отрицаемый им самим коронавирус, старец был экстренно госпитализирован в одну из греческих больниц. Как утверждают сподвижники Рафаила, диагноз не подтвердился. Сегодня Перестов дышит с помощью кислородного аппарата и принимает назначенные врачами лекарства. Это ли не чудо? Ну, принимаю лекарства. Так, дышу пока так кислородом. Вы знаете, беда-то в том, что когда слепец слепца ведет, все в яму попадают. Вот смотрите, на сегодняшний день Николай Романов отлучен от церкви. Это самое страшное, что может быть для христианина. Что он обвинял святейшего патриарха, нашего архипастера, Водеку Викентия и других, кто ему делал только добро. Ну, и обвинил клеветнические. Это очень важно. Это ложь. А отец лжи – это дьявол. Сам бывший схиегумен продолжает записывать ролики с проповедями и вместо социальной дистанции держит оборону. Он открыл новый храм на территории так опекаемого им Среднеуральского женского монастыря и уверяет послушников, что может изгнать все мировое зло, не выходя из обители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин